В Шикинском регионе таким образом до начала XVIII века присутствовало значительно христианское население, и это население к началу 1720-х годов подверглось исламизации. Это произошло в следствии, с одной стороны, политической неурядицы в иранском государстве, в Иране со второй половины XVII века начинается политический кризис, это приводит и к экономическому кризису, это приводит к нарушениям местными чиновниками, развитию коррупции и так далее, преследованием разного рода меньшинств, и это приводит к недовольству сунницкого населения, которое было очень значительным Ширване и в Шикинском регионе, особенно в соседнем, значит, Закатальском регионе, где они поселились после того, как отсюда было переселено ранг грузинское население местное, Закатальского региона большая часть грузинского населения. Здесь же присутствовало традиционно цахурское население, которое здесь проживало как минимум с позднего Средневековья, то есть аварцы, и цахуры, частично рутульцы Закатальской зоны, они переселились, значит, после выселения грузин преимущественно, а вот цахуры жили несколько раньше, вот в этом регионе, и имели отдельную, значит, свою политическую область, цахурский или Ильисуйский султанат. Вот этот Ильисуйский султанат по главе с Али Султаном Цахурским сыграл очень важную роль вот в этих политических событиях. Ему на помощь приходят горцы Дагестана, а также вот эти джаро-белоканские общества, то есть переселившиеся с аварии, преимущественно вот аварское население Закатальского округа, которое было очень воинственным, и вот горцы, сунниты, будучи мусульманами-суннитами, значит, начинают воевать с персидской и шиитской администрацией в Ширване, завоевывают несколько раз город Шимаху, крупнейший, значит, экономический и административный центр этого региона, где располагались также гостиные дворы, например, русских купцов, и последний раз после взятия Шимахи в 1721 году, значит, шиитское население подверглось погромам, то есть оно было жестоко, значит, частично уничтожено, частично изгнано, и началась, значит, также политика ужесточилась по отношению к христианскому населению. Но отношения между шиитами и суннитами оставались очень напряженными, как пишет, значит, немецкий офицер на русской службе, который в 1728 году написал очень интересную работу по географии, значит, и с описанием, значит, восточного Прикаспия. Это первое систематическое такое европейское исследование Прикаспийских, значит, областей, а также вот Кабарды, что очень интересно, то есть это очень ценный источник по истории Кабарды. Он же сообщает о том, что шиитское население Ширвана, после того, как горцы Дагестана и, значит, сунниты Ширвана и Ишаки завоевали вот этот регион, оно подвергалось таким преследованиям, что часть из них была уничтожена, часть притворялись суннитами, чтобы не быть уничтоженными, не быть изгнанными. И вот эта же политика начала, значит, ужесточаться по отношению к армянскому и еврейскому населению. Армяне и иудеи должны были носить специальную желтую полоску на своей одежде, чтобы отличаться от мусульман, чтобы с ними не здоровались и чтобы как бы они, значит, не ездили наверхом и так далее. То есть все те ограничения на христиан, которые следуют из такого догматического, консервативного, консервативной интерпретации шариата. И можно сказать, такое в Ширванском регионе установилось разный аналог современного исламского государства, да, ИГИЛ. Когда христиане должны платить джизию, когда они должны вот так отличаться от мусульманского населения. И с другой стороны, все те группы мусульман, которые объявляются юридическими, они подвергаются гораздо большим даже преследованиям, так как шииты. То есть они стали предметом вообще, объектом уничтожения, преследования и так далее. Но по отношению к христианскому населению эта политика не имела такого характера жесткого, несмотря на то, что во время его восстания до 1921 года значительная часть христианской всего региона была разорена. Среди них очень крупное селение армянской Пашинджах на Шикинском Павской горе и очень крупное село Кандак на берегу реки Гура в городской черте современного Мингичаура. Их население, значит, было уведено в плен на территорию Дагестана, большая часть, значит, некоторая часть разбежалась. Например, жители Пашинджаха разбежались частью в Кахетю. Они, значит, оттуда, значит, из Кахетинской ветви является известный армянский художник 19 века Келорг Пашинджахян. Другая ветвь переселилась на Шаомянский район, Шаомяновский район Нагорного Карабаха. И вот сам Вэл Карапетян тоже приводит большое количество, значит, могильных плит из этого региона, где именно вот начало 18 века после вот этих событий, где отмечено, значит, происхождение жителей. Они отмечают, что являются Башинджахцами. Другая часть переселилась, убежала в лесистую часть Шикинской зоны, это село Джалут. Об этом будет сказано позже несколько. Дело в том, что политический кризис в Иранской империи сразу, помимо того, что восстали горцы Дагестана, и воспользовавшись этим, завоевали Ширванский регион, начали совершать походы на право бережа Куры, в том числе на территорию Нагорного Карабаха, значит, на территорию города Гянджи, который они также разоряли вот окрестности города, хотя вот жители Гянджи очень долго поролись упорно с ними, также на территории Восточной Грузии. И все это привело к образованию здесь вот в этих регионах местных ополчений, которые вот на Горном Карабахе получили название армянских сыгнахов или армянских собраний вот в русских источниках. В Грузии же грузинский царь Вахтанг также активно начал, значит, вести политику, значит, собирать свои войска, и все это сопровождалось новым, значит, процессом для истории всего региона, это, значит, усиление России в регионе и так называемый персидский поход Петра Бедова. Воспользовавшись ослаблением, значит, Иранской империи, а также тем, что, значит, лесгины, то есть горцы Дагестана, тогда вообще все горцы Дагестана назывались лесгинами, и очень часто, например, даже походы аварского хана Омара называются походами лесгин у армянских и грузинских источников вот этого периода. То есть все горцы Дагестана, всех дагестанцев называли лесгинами в 18-м, 19-м веке, в армянских, грузинских и ряды других источников. Значит, после завоевания Шимах и горцами, значит, лавки русских кулцов были разграблены, и воспользовавшись как формальный повод, якобы, значит, для наказания горцев, Петр Первый совершает поход на территорию Ирана, при этом он же ведет переговоры с персами, что у него нет никаких намерений, значит, завоевать эти теории, он просто хочет наказать непокорных, значит, бунтовщиков, которые формально восстали также против, значит, Ирана, севервидов, и как бы Петр выступает как бы союзником, да, даже центрального правительства. Но основной целью было завоевание, с одной стороны, за Кавказе, с другой стороны, при Каспийских областях, богатых шелком. И вот торговля шелком с Западной Европой была очень важна для России этого периода. И Петр Первый захотел воспользоваться этим, чтобы получить доступ к Каспийскому морю, как такому богатому источнику, вот побережью, значит, шелка и других ресурсов. С другой стороны, этим же, значит, ослаблением пытается воспользоваться Османская империя Турца, которая тоже всегда воевала с конца 15 века, именно за Южный Кавказ, за Северный Иран и часть Багдада, вот часть Ирака современного, то есть Багдад и соседние регионы, то есть Ирана, значит, турецкие войны все время протекали преимущественно, вот на территории Закавказья и Северного Ирана. И вот особенно вот на территории Армении это всегда затрагивало, и это приводило к огромному количеству, значит, разрушений. Именно вот то, что начинаются, появляются две силы, с одной стороны, Османская Турца, которая нормально является союзником горцев, то есть и турки являются суннитами, турецкий султан, у него титул халифа всех, значит, мусульман-суннитов. В это же время, значит, Петр I является христианским царем, и, значит, христианские населения Южного Кавказа, армяне и грузины, смотрят на него как на своего покровителя, и как на возможного, значит, освободителя от многовековой изоляции, поскольку, начиная после арабских походов, Армения и Грузия оказались изолированными христианскими государствами после распада Византии. Хотя до этого почти все соседи и Армении, и Грузии были именно государства христианские, там вот тоже та же Кавказская Албания, значит, с востока, к югу от Армении проживало огромное, многочисленное христианское, арамейское население, и усилиями арамейских, значит, сирийских, так называемых, условно, христиан. Даже в сассанитском Иране христианского стало такой сильной религией, что оно, да, даже вот вопрос о том, когда Иран стал бы христианским государством, было всего лишь вопросом времени. Но тут возникают арабы, они заводят этот регион, и, значит, усиливается здесь мусульманское присутствие, которое с позднего Средневековья становится доминирующим, и Армения и Грузия оказываются в полной изоляции. Даже начинают проникать на Северный Кавказ, да, где до этого было сильное грузинское влияние, или же, значит, на территорию Кавказской Албании, где было сильно армянское влияние, армянское влияние в плане религиозного, да, распространения христианства. И вот этот плюс и в армянском, особенно в армянской традиции, был так называемый сюжет, значит, мессианские сюжеты были очень распространены, то есть ожидания спасения Армении от какого-либо христианского государства, да, которое придет и освободит их от многовекового иго, значит, мусульманских правителей. Этот миф возникает в Средневековье, об этом сообщают западноевропейские путешественники, например, Рубрук, посетив Армению, сообщает о наличии среди армян вот таких распространенных очень сюжетов и веры в то, что вот будет это освобождение. И оно же зафиксировано в огромном количестве этнографических материалов, значит, по территории всей Армении, как, значит, на территории современной Турции, так и Южного Кавказа. И вот появляется такое христианство, могущественное государство. Разумеется, это же поднимает сразу воодушевление. В оставшие, значит, армянские населения горных регионов, значит, Малого Кавказа, прежде всего, значит, Зангизура, Сюника и Нагорного Карабаха, начинают писать письма Петру. Он также, значит, их пытается завлечь и армянское население, особенно, значит, и грузинских царей, да, которые были более могущественны в военном отношении. И начинает их обнадеживать, говорит о том, что он придет им, значит, и поможет. И армянские грузинские силы, армянские силы Нагорного Карабаха и Восточной Грузии собираются совместно у города Гянджи, даже ждут выступления Петра из Дербента, чтобы сами, значит, начать поход против, значит, Ширвана, Шимахи, да, против Хаджи Дауда, предводителя восстания горцев и предводителя вот этого суньинского государства Ширвана. Но Петр I затем меняет свои, значит, планы. Затем начинается турецкое вторжение в Закавказье. Петр I не хочет вступать в конфликт с Турцией, от которой он потерпел очень сильное поражение во время Крутской войны, да, 10 лет назад. И вот возникновение этой ситуации оставляет и армянские силы, и Грузию в полной изоляции. Грузинский царь, значит, Вахтанг позже вынужден убежать, значит, в Россию, да, спасаясь от преследования. А, значит, армянские силы Карабаха также, значит, оказываются в полной изоляции. И в это же время они вынуждены бороться как с турками, так и с нападениями от, значит, сил горцев Тагестана. И в это же время из-за конфликта, значит, с армянами Нагорного Карабаха, а также значительного армянского присутствия в Кабалинском регионе, которое также было, значит, и праздпом происхождению Карабахским, да, и вообще христианское население, которое также ожидало прихода Петра, и считалось, значит, уже в глазах Резкина, они все, то есть южный, вот, Хаджи Давуда, да, и вот Корцу Дагестана, они воспринимались уже как потенциальные предатели, союзники русских, с которыми они воевали. И, учитывая вот ожесточенное еще и столкновение с Нагорным Карабахом, это привело к такому, к исламизации, вот, армянского иудинского населения этого региона. Источники, которые касаются исламизации, они, и вот именно этого периода, они преимущественно, значит, написаны на армянском языке, и что самое важное, они написаны, значит, есть документы, относящиеся именно к жителям тех сел, где произошла исламизация. Первый документ – это письмо Удин, так называемое Петру Первому, в котором они также пишут русскому царю, написано оно 20 марта, 20 марта 1724 года, оно опубликовано в середине 20 века Абрамяном, и содержится ее оригинал в архиве внешней политики Российской империи, в архиве иностранной коллегии, так называемой армянской папкой иностранной коллегии. В ней они сообщают, что, значит, они силой обращены в ислам, что их церковь, значит, Святого Елисея, который находится, значит, у них. То есть речь идет, скорее всего, о письме, значит, варташенцев, поскольку именно с варташеном находилась главная церковь Святого Елисея, просветителя Кавказской Албании, и об этом тоже пойдет речь далее. Они пишут о том, что, значит, часть их священников убили, часть оставили отречься от христианства, и вот в этих ужасных условиях они просят о помощи, они молят о помощи, там «целуем твои ноги», и дали вот такие там выражения. И здесь же вот встречается формула, которая часто приводится из этого письма, без всего остального, значит, материала. Они пишут о том, что «мы албанцы из народа УДИ», то есть «мы албанцы из народа УДИ», это показывает, значит, то понимание преемственности между Кавказской Албанией и УДИНами, которое было характерно для самих УДИН. То есть УДИНы осознавали свою связь с исторической Кавказской Албанией. Второе письмо написано жителями уже другой группы УДИНских сел, того самого НИДЖА, да, который до сих пор остается единственным УДИНским селом на вот этой территории, с исторической Кавказской Албанией. И помимо НИДЖА, здесь староста НИДЖА, значит, Барсех и Аства-Цатур, там еще несколько, значит, староста. Село Бум перечисляется, село Чорлу, село Сейт-Тала, село Товсик и село Мехлугавах. Вот жители этих сел, пишут Петру Первому, также говорят о том, что они силою обращены в ислам или говорят насильно нас отуречили. Надо сказать, что во всех армянских источниках вплоть до XIX века выражение «отуречить» означает переход в ислам. То есть вот турки, будучи самым крупным мусульманским народом, соседом армян, то есть это гречит как об анатолийских турках, так и о кавказских тюрках, да, поскольку вот выражение турок даже чаще употребляется в армянских средневековых рукописях, позднесредневековых. И вплоть до XIX века даже чаще по отношению именно к предкам азербайджанцев, нежели к предкам турок, которых больше назвали османцами или осмалла. Но вот в XIX веке особенно я специально просматривал армянскую прессу XIX века, и выражение турок, особенно вот для середины, вплоть до начала XX века, почти исключительно встречается в отношении к азербайджанцам. И выражение турок по отношению к туркам в Малой Азии начинает использоваться либо авторы, которые имели русское образование, вот под влиянием русских, да, поскольку вот для русских турки, вот русско-турецкие войны и так далее, турками назвали именно осмазки тюрок. Но вот те авторы, которые особенно священники и так далее, которые имеют местное происхождение, которые передают вот традиционное этнографическое, да, название, которое мы называли, значит, армянские крестьяны и армянское население их соседей. То есть это именно выражение турок как наиболее распространенное по отношению к азербайджанскому населению. У Есай Хасан Джалаляна, гандасарского католикоса, есть другое выражение. Он называет их большой народ Таракама, который живет в Шатрах. То есть имя в виду в основном джурское население, вот равнины, значит, Куры и Аракса, вот равнины части, как раз-таки той исторической области Утикта, как Казка Албании, где позже стали поселяться тюркские племена. И он пишет в этом же контексте то, что вот при столкновениях с горцами Дагестана вот это население тоже сильно страдало, потому что, значит, оно было шиитским и постоянно становилось объектом нападок. Более того, что интересно, между, значит, населением Нагорного Карабаха и шиитом Игянджи, то есть третьего по величине города современного Азербайджана был заключен договор о, значит, взаимной защите и союзе в борьбе с турками, значит, и с горцами Дагестана. И более того, когда турки взяли город Кианджу, значительная часть кианджинских азербайджанцев или тюрок, они убежали, значит, в горы Карабаха, значит, к армянскому населению, потому что они подвергались таким же преследованиям. Вот в 18-м веке религиозная идентичность была гораздо важнее, нежели этническая. И вот, значит, турки-османы и тюрки-азербайджанцы, да, условно. Хотя этот термин вот к 18-му веку несколько неприменим. Вот в договоре между жителями Гианджи и Нагорного Карабаха сами себя жители Гианджи называют Каджарами. Каджар — это крупная тюркская премия, но, кстати, этим же именем Каджар называют до сих пор азербайджанцев, многие народы Дагестана. То есть вот это одно из самых крупных тюркских племен, которое поселилось в Закарказе, и вот из-за этого названия многие соседние народы называют азербайджанцев этим жением. И в этом договоре также жители Гианджи называют себя Каджарами. То есть, впечатляя себя вот к этому большому и сильному племени, которое было поселено, значит, сифивидами в регионе, и все ханы — это карабахские. А тогда Карабах, значит, карабахское беглярбекство было гораздо крупнее будущего, значит, карабахского ханства и включало территорию вплоть до современной Грузии часто. Вот беглярбеки Карабаха назначались из племени Каджар из вот этой династии дюркской, которая очень сильно пострадала как раз вот в ходе этих войн, и потом была частично переселена в Иран, иранским шахом Надиром. Вот после этого, значит, Каджар расслабли, и на их месте поднимается глава довольно слабого, незначительного племени Сараджалу, Панахан, который основывает уже вот второе карабахское ханство, собственно, карабахское ханство, да, известное из, которое просуществовало около 50 лет. Вот завоевание этого региона турками и вот эти войны, они приводят к исламизации вот этого населения христианского, и помимо писем жителей вот этих сел, жители Варташена, которые обращаются к Петру Первому и называют себя удинами, жители, значит, пяти-шести сел Кабалинской зоны во главе с Ниджем, да, главным удинским селом, которое сохранилось до сих пор, и называют, значит, тоже просят о помощи. Есть также несколько писем, опять же, значит, обращение, например, армянского священника Минаса к грузинскому царю, где тоже он говорит о том, что, значит, горцы захватив этот регион, разорили 37 деревень, и, значит, всю страну, значит, Карасу, Карасу, это часть, значит, Кабалинской зоны, как раз вот, которая примыкает к Ниджу, и всю страну Шекинскую отуречили, то есть, обратили в ислам. И, значит, помимо этого, значит, вот помимо этих многочисленных армянских источников, есть и несколько других. Через несколько лет после этих событий, то есть 20 марта 1724 года, это первое письмо, и, судя по нему, исламизация произошла, как минимум, где-то год назад, да, то есть 1723 года вот началась этот процесс исламизации христианского населения, то есть два года спустя после завоевания Шемахи. Затем, через год, в 1725 году есть письмо шести сел по главе с Ниджем, и в 1728 году есть сообщение того же самого немецкого офицера Югана Гербера о том, что он пишет о том, что в Кабале жило больше армян, чем в других, значит, регионах Ширвана, и после завоевания хаджида в этих территориях он назначил своего сына, значит, правителем в Кабале, и его сын начал, значит, преследовать местных армян, обращать их в ислам, но они обратились к хаджидауду, хаджидауд сказал, что они могут вернуться к христианству, если уплатят определенную пошлину, они ему, значит, уплатили все, что у них имелось, но после этого местное мусульманское, значит, духовенство обозлилось против них еще больше и начал еще сильнее преследовать, в итоге они все были обращены в новый ислам, и, значит, как он пишет, ныне же все, значит, армяне кабалинские по неволе мусульмане. Тут надо сказать, что очень интересно, например, Шимахе, где сидел сам хаджидауд, значит, место армянской населения не было обращено в ислам, и здесь, видимо, действительно регион, где правил, собственно, хаджидауд, он не обращал армян в ислам, он не преследовал армянское население в такой степени, хотя вот о преследованиях, вроде грабежа и так далее, из этого региона сообщается много, но не было насильной политики обращения именно христианского населения в ислам, но там, где сидел, значит, его сын наибум в кабале, и особенно вот во владениях также и Али Султана Цахурского, то есть турецкие султаны пожаловали Али Султана, вот именно Шикенский регион, а кабала была во владении, получается, сына хаджидауда, вот здесь произошла исламизация. Она также затронула за катальскую зону, где жили, значит, союзная Али Султану и вот хаджидауду, чаробелоканские общества, аварское преимущество, вот с аварским населением. И вот этот процесс начался в 1700, можно сказать, в 1723 году, как наиболее вероятную дату начала исламизации и в течение до того, как корцы сохранялись свое, значит, господство в регионе, вплоть до завоевания региона надир-шахом, это середина 30-х годов. Для 17 века вот местное все христианское население кабалы и шики вынуждено было считаться мусульманским, в том числе село Нидж, Варташен, Джалут, которые позже смогли вернуться к христианству, но большая часть этих сел остались мусульманскими. Что здесь очень интересно, спустя около 100 лет после исламизации, когда территория Южного Кавказа или Закавказья была присоединена к Российской империи, и когда, значит, в этот регион появляются другие и письменные сообщения об исламизации, этот процесс приписывается не вот периоду господства горцев Дагестана, а шикинскому хану Хаджи Челеби, причем Хаджи Челеби, как об этом сообщает грузинский, значит, царь Иракли, например, в письме к Российскому дворю в 1769 году, он пишет, что Хаджи Челеби был сыном армянского священника и принял ислам, стал, значит, ханом шики. Из биографа и представителя вот рода шикинских ханов Абдул-Лятыф-Эфенди, который написал историю шикинского ханства в начале 19 века, также известно, что предки, значит, Хаджи Челеби были христианскими священниками из рода Каракишиша, но он относит это событие, да, перехода в ислам к 14-15 веку. Его же данные повторяет, значит, Макар Петрушевский, да, известный автор по исследованию, значит, за Каткази, особенно вот ханского периода, то есть позднее средневековое и новое время. Но, учитывая, что грузинский царь Иракли, да, который жил в это же самое время и который не мог, значит, просто ошибиться, да, приписать, значит, происхождение Хаджи Челеби, то есть его отец, да, был священником и вместо того, чтобы говорить о том, что, значит, далекие его предки в 15 веке были христианами, он называет его отца, да, такая ошибка очень грубая и вряд ли возможна. Тем более, значит, и местное армянское, и местное гудинское предание также сохранили настойчиво, значит, связывали с одной стороны исламизацию, с другой стороны, особенно подчеркивали, значит, то, что отец Хаджи Челеби был христианским священником. Впервые, значит, это сообщение приводит армянский, значит, священник Саркиш Джалалянц, у него есть такой двухтомник путешествия, значит, по армянским регионам и регионам, населенным армянами, как в Османской империи, так и на территории Российской империи. Оно называется «Путешествие в Великую Армению». Значит, в томе, которое посвящено территории Российской империи, он сообщает, во-первых, о селе Ниджи, о том, что здесь живут удины и так далее. Помимо этого, он сообщает, что при Хаджи Челеби, отец которого, значит, был христианином, они, значит, отошли от своей веры и разными уловками, налогами, преследованием склонили 14 тысяч семей христиан к исламу, отреклись, значит, и, значит, после этого, значит, это население было обращено в ислам, а христианские церкви и так далее превратились, значит, были разрушены, превратились в место обитания разных животных и так далее. Далее его же сообщение повторяет, значит, другой крупный армянский автор, конца 19 века, начала 20 века, это Макар Бархударянск, который сохранил, собственно, наиболее важное некоторое сообщение об исламизации местного христианского населения. Во-первых, он приводит в список вот всех сел, которых охватила исламизация. Это большая часть, значит, сел Шигигабаринского региона, начиная от села Бунут и Вандам на крайнем, значит, востоке и заканчивая окрестностями города Шигиги. Это село Киш, село Охуд, село, значит, Зейзит, Кюнгут и так далее. То есть он описывает вот к такому огромному регионе, приводит сведения. Он же также связывает исламизацию с ханом шигигинским Хаджи Челебим. При этом он же сообщает, например, приводит надписи села в армянском селе Мецеютлу или Мецеугутлу, Пеюк-Сеютлу по-азербайджански. Это очень крупное армянское село на Шигигинском Плоскогорье, которое было населено, значит, карабахскими переселенцами еще в начале XVIII века. Значит, он пишет о том, что там, в одной из церквей этого села, значит, содержалась надпись о восстановлении церкви в 1751 году в правлении Хаджи Челебим. Очень сомнительно, что при хане, который обращал христиан в ислам, было возможно восстановить христианскую церковь. Тем более, вот именно в этот период Хаджи Челебим был еще союзником армянских меликов Нагорного Карабаха в их борьбе с Панахханом. То есть Панаххан тогда еще не захватил Нагорную часть Карабаха. Он вел активную борьбу, войну с армянскими князьями. И, значит, Хаджи Челебим на начальном этапе стал союзниками, значит, армянских меликов и вместе с ними воевал против Панаххана. И вряд ли вот такой союз предполагал, да, преследованный христиан по его провинции. Но, однако, сам факт того, что его отец был священником и отрекся от веры, видимо, служили причиной такого очень негативного отношения именно к Хаджи Челебим и того образа, который местный. Значит, христианское население Удины и Армяне ему приписали, связывая именно с его именем, исламизацию, значит, большей части своих бывших сородичей, своих бывших единоверцев. В начале 20 века, значит, в разных также, значит, в 19-м разных русскоязычных источниках также приводится. То есть все авторы, которые так или иначе касаются истории Удин в этот период или вообще Шикикабалинской зоны, как русские авторы, грузинские и, значит, собственно, мусульманские, например, как урожение чеки, мусульманин Рашид Бек Эхендиев. Значит, они сообщают о том, что местное христианское население было исламизировано. Правда, часто они не сообщают конкретных данных, когда это произошло. А, например, Рашид Бек Эхендиев связывает это даже с арабским нашествием. Якобы, значит, имам Али, значит, убил царя, значит, Удин Салсара и Газанфара, значит, и, значит, насадил здесь ислам. Он же говорит о селении Куткашен, население которого, значит, будучи армянским, было обращено в ислам и так далее. Об этом же сообщает Удинский, значит, православный Удин Семен Пижанов. В сборнике материалов, относящихся к обозрению племен и местностей на Кавказе, это известный этнографический сборник, очень второй половины XIX и начала XX века. Об этом же сообщает грузинский священник начала XIX века Иосиф Цинамгзваров, передавая очень интересное также сообщение об окрестностях, значит, Барташена, перечисляя именно Удинские села. Это очень полезный источник в том смысле, именно в определении Барташенской группы Удинских села, и НИЧской группы Удинских села. Об этом сообщают разные этнографические, значит, работы, например, памятная книга Елисавет Польской губернии говорит о том, что местные мусульмане отличаются от мусульман соседних, значит, регионов, и что они, значит, сохраняют христианские имена, армянские имена, внешне отличаются, значит, от остальных мусульман и так далее. Это можно почитать, цитаты, значит, есть. Я выставлял их в Википедии, и они, также вот, видеоролики, они будут приведены. Но самые, значит, подробные сведения, опять же, содержатся у Макаря Бархударянца, и на него ссылались практически все и другие авторы, которые так или иначе касаются истории Удин уже в 20 веке или, значит, после распада СССР. Но поскольку большинство авторов не владеет армянским языком, которые пишут по Удинску тематику, при этом ссылаются на армянские источники через вторые или третьи руки, у них содержится огромное количество фактологических ошибок, да. И, к сожалению, на русском языке я пока не нашел ни одного адекватного исследования по этой проблематике, поскольку часто, ссылаясь на армянские источники, авторы не знают армянского языка или же какие-то занимают, любят спекуляции, да, широкие на эту тему. И опять же, что приводит часто к искажению данных источника или же к таким обобщениям, которые невозможно делать, исходя вот из сообщений разных источников. В первую очередь, относительно сел, значит, где произошла исламизация, очень много противоречивых, значит, сообщений. Например, советский сборник, посвященный этносам Кавказа 50-60, значит, 60-х годов, начало народа Кавказа, он называется, приводит сообщение о том, что, значит, в селах окрестностях Ниджа живут еще твуязычные, значит, удины-азербайджанцы, которые, значит, помнят о своем удинском происхождении еще, но никак не объясняется, как, значит, произошло вот это, как они стали удинами-азербайджанцами, и, значит, что такое вообще удин-азербайджанцы, да? Дело в том, что Макар Бархударянц, на которого они ссылаются, сообщает, помимо Ниджа и Варташена, как двух сел, где жили удины, тут надо сказать, что Нидж и Варташен, как два села, где до конца, значит, 80-х годов было концентрировано удинское население, имели разные диалекты, то есть ниджский диалект, это диалект, который близок к тому самому тексту, значит, обнаруженного албанского лекционария Евангелия от Иоанна, да, Саза и Алексей Дзе, значит, Вольга, который потом расшифровали Вольгам, Шульца, Йост, Иперст и так далее. И Варташенский диалект, он несколько отличается от Ниджского и представляет, значит, отдельную группу, хотя здесь два села расположены друг от друга на расстоянии 20, чуть больше 20 километров. И вот он, сообщая, помимо вот этих сел, он также приводит данные о других селах, которые в российских статистических ведомствах, например, свод статистических материалов за Кавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года. Это очень важный статистический сборник, изданный еще в Российской империи в 1893 году. И по своей подробности он даже превосходит, значит, последующую перепись 1897 года, потому что по переписи 1897 года тюркоязычные удины, например, тюркоязычные таты, тюркоязычные талыши, грузиноязычные армяне, тюркоязычные грузины записывались тюрками, значит, то есть татарами, да, кавказскими, азербайджанцами, все поэтому вот талышское, например, население, линкарана, которое было, составляло почти половину мусульманского населения, оно вдруг становится гораздо меньшим, чем это было в 1886 году. Исчезает полностью курдское, огромное курдское население Зангизурского уезда, потому что большая часть курдов, 90% были тюркоязычными. Но они считали себя тюркоязычными, значит, курдами. Тем более, значит, армяне, которые разговаривали на татском языке или разговаривали на тюркском языке, они считали себя все армянами. Армянами, но, значит, по переписи 1897 года, они отнесены к татарам и появляется такой абсурд, как, значит, прихожане армянской апостольской церкви, но азербайджанцы. Разумеется, такого не было, да, речь идет о тюркоязычных армянах, о тюркоязычных талышах, тюркоязычных татов, значит, крузиноязычных армянов, тюркоязычных грузинах и так далее. И вот, значит, в российских этих статистических сборниках, ну, в 86-м году, значит, более точное приводится этническое, то есть даже если население того или иного села было тюркоязычным, но было по своему происхождению армянским, оно называется армянским, значит, или другим, значит, названием в связи с тем, что, то есть, совпадение языка и этноса здесь не отождествляются в языке этнос. И здесь, благодаря этому, например, в селах, где проживало смешанное армяно-скажем, мусульманское население, значит, отдельно приводится сообщение о численности армян и отдельно о численности мусульман. Вокруг Ниджа таких сел, около пяти сел, где проживало, вот согласно данным 86-го года, значит, христианско-армянское население. В русских, значит, источниках статистических они называются армянским, но Макар Бархударян, что очень интересно, он сообщает, что вот в этих селах речь идет не об армянском, а о тюркоязычном будинском населении. Их тюркоязычье стало результатом вот той самой исламизации. Речь идет о селе Падар, о селе Падар, о селе Падар, о Вартанлу. Село Вартанлу, недалеко от Ниджа, значит, имело преимущественно мусульманское население, почти тысяча человек в 86-м году, но там было и небольшое, значит, удинское население, которое в российском сборнике названо армянским, но благодаря Макару Бархударянцу мы знаем, что это удинское. 62 человека здесь было удин. В соседнем селе Падар тоже очень крупное село, до сих пор оно так и существует, значит, там проживало, опять же, большинство мусульман и небольшая группа тюркоязычного населения христианского, которое тоже было удинским. О этом пишет Макар Бархударянц, хотя опять этот российский сборник называет их армянами, и мы знаем, что здесь было 78 удин. Затем село Джорлу, которое составило из двух частей, мусульманского и христианского, христианское называется, значит, Джорлу армянское, но мы знаем, что вот Джорлинцы, да, жители этого села, как раз рядом с Ниджем, значит, жители этого села писали еще Петру Первому о том, что они насильно обращены в ислам, вот среди старых шести сел, это было село Нидж, село Джорлу, село Султаннуха, село Сейдтала, Бум, Мехлугавах и Тосик. Вот жители этих сел писали, и среди них, значит, село Джорлу было, но часть села Джорлу была обращена в ислам, а некоторая часть жителей смогли все-таки остаться христианами, но лингвистически тюркизировались. И здесь было 375 Удин. Затем самое крупное село, тюркоязычных Удин, было это село Султаннуха, население его достигало 1008 человек, и мусульмане здесь составляли меньшинство. И другое село, небольшое рядом Джорлу, это село Мирзабель, чуть больше 300 человек, по-моему, 324 человека по данным 1886 года. И всего получалось, что в 1886 году Удин на территории, значит, вот Шигикабалинской зоны, которая была единственной зоной их обитания, в отличие от армян, как об этом писал Удинский священник, кстати, позже и Лазарь Мофф Сесианс в своей книге об, значит, Удинах-мусульманах и вообще Удинах в целом, он их называет армянскими Удинами, имея в виду связь, значит, Удин с армянской апостолькой церкви, и вообще эта связь была очень тогда сильной и характерной для авторов. Значит, он же пишет о том, что, значит, период исламизации, как об этом помнят старики их села, как об этом рассказывают до сих пор, те жители села, которые разговаривали на родном языке, на родном Удинском языке, им отрезали языки, из-за этого, значит, преследовали, убивали, из-за этого, значит, люди перестали разговаривать на своем языке и во всех селах, где было смешанное население мусульманское и христианское, в этих селах христиане стали дюркоязычными, то есть Азербайджаны язычными, но они сохранили свою религию и свое отличное этническое самосознание, то есть они считали себя армянами или Удинами. Вот это сообщение очень важно. Вообще, надо сказать, что исламизация во многих регионах происходила, особенно если брать пример Южный Кавказ, особенно массовая исламизация была вообще при Черноморском регионе Османской империи. В начале 17 века Османской империя завоевала одно из грузинских политий, одно из грузинских государственных образований, так называемое Атабекство Самцхес Атабаго. Это Южная Грузия и исторически северная область Армении, такое, значит, грузинское государство, которое долго боролось с турками, но, будучи по соседству с ними, было завоевано и все его грузинское население почти было обращено в ислам, как и армянское население. И только небольшая часть грузин и армян, значит, перешли в католицизм преимущественно и смогли сохранить свою религию. Так вот, при исламизации в 19 веке, то есть 2,5 века спустя, когда была завоевана русскими войсками часть этой территории и вошла в состав Российской империи, есть описание интересной Батумской провинции, где автор сообщает о том, что грузины многих, значит, исламизированных сел помнят родной язык, но они на нем публично не общаются, потому что этот язык считается языком гавуров, то есть ассоциируется к христианству. И поэтому, значит, этот язык во многих местах исчезает из-за этого. Во многих местах люди даже, если знают язык грузинский, они боятся на нем разговаривать и предпочитают общаться на турецком языке. Мы знаем, что вот в этом же регионе была насильственная политика вместе с исламизацией, также лингвистической дюргизацией. И вот пример этому, вот из этого же региона, Самция Сатабаго, из Ардаганского региона, после присоединения Ахалкалаки и Ахалцыха к Российской империи в 1829 году переселились в Чавахетю на юг современной Грузии. Значительное армянское население, которое здесь проживало в Ардагане, значит, к югу от этого региона и особенно из-за взрыва. Ну вот, ардаганские армяне все были тюркоязычны, их село вплоть до начала 20-го века. Это село Картыкам, Чавахетди, село Бавра, село Хулгума, которые до сих пор сохраняются. Жители их были тюркоязычны. Это были тюркоязычные армяне-католики и они, Тервант Лалаян, армянский известный, очень крупный этнограф, который занимался, кстати, также и удинами, он проводил археологические раскопки в Нидже и в правитель, запрещал людям разговаривать на родном языке и тот, кто нарушал, значит, платил специальный налог 50 Багдаде. Багдаде это, значит, единица, это монета. И вот из-за этого он говорит, что жители, значит, стали тюркоязычными, более того, их хотели обратить в ислам, но благодаря усилиям, значит, католического миссионера, который был придворным врачом этого ардаганского правителя, жители этих армянских сел приняли католицизм и таким образом, значит, остались христианами, хотя и, значит, потеряли родной язык, да, армянский и уже были только номинально, значит, тюркоязычными стали армянами, католиками. И до сих пор в этих селах живут католики, но они уже учились в армянских школах и уже переняли, значит, армянский диалект, который характерен для чавахети или чавахко-армянских источников. То же самое произошло, значит, в регионах, особенно во всех селах со смешанным, значит, аудино-мусульманским населением, вот та часть села, которая осталась мусульманами, они, значит, как бы следили за тем, чтобы их сородичи бывшие, да, не разговаривали на родном языке, и вот везде это произошло, во всех этих селах произошла лингвистическая тюркизация. Интересно то, что по данным российского отмечено статистического источника, да, в сборнике, значит, в своде статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из спасения на список 1986 года, 1800. Значит, удинское население, которое сохраняло удинский язык, то есть это села Варташен и Нич, составляло 7143 человека, а вот тюркоязычные удины составляли еще около, получается, значит, 1008 это село Султануха, 375 и 324 это село Джорлу и Мирзабейлу, то есть чуть меньше 700, село, значит, Вартанлу 62 человека и село Падар 78 человек, то есть получается около тысячи, чуть меньше 1900 человек, да, помимо удин, удиноязычных, Ниджа и Варташена это 7143 человека, еще около 1900 удин тюркоязычных и в итоге мы имеем, значит, больше, значит, 8000 удин, да, точнее, к 1886 году. Эту цифру важно очень запомнить, потому что к 1989 году удин всего было 6200 человек и о том, почему вот это произошло, речь пойдет дальше. Тысячи, значит, после первой российской переписи, значит, население удинское, безусловно, возрастало только в 1914 году до Первой мировой войны, да, и до распада Российской империи. Население только села Нидж, вот этого огромного удинского села, составляло 10 655 человек. Вообще Нидж это уникальное село, по своей площади оно равно, например, площади такого города, как Нальчик, столица Кабардино-Балкарии. В Нальчике живет 200 тысяч человек, в Нидже жило тогда, значит, 11 тысяч почти человек, 90% этого населения были удины и, значит, только небольшая часть, несколько окраинных кварталов были населены мусульманами, которые тоже, кстати, по одной из версий являются все-таки перешедшими в ислам удинами, то есть это население не является, собственно, значит, дюркской, это не азербайджанское население. Как бы то ни было, перед, значит, 1914 году удин в этом регионе с почти 3000, значит, удин жило в Арташене и около 10 тысяч жило в, значит, Нидже. Итого, значит, здесь проживало около 13 тысяч удин. Вот, огромная цифра по меркам удин. И, кстати, например, по тем же данным 1880-х годов удин было, например, больше, чем, например, такой, как дагестанский народ, как арчинцы. Сегодня арчинцев 35 тысяч человек проживает в России, а удин всего в мире живет чуть меньше 10 тысяч, то есть реально около 8-8,5 тысяч, скорее всего, живет удин в мире. И вот такой народ, которых в 1880-е годы было больше, чем арчинцев, почти два раза, сейчас всего 7 тысяч человек, в то время как арчинцев 35 тысяч, да, но и до Первой мировой удин был в селах, где разговаривали на удинском языке. 13 тысяч. Еще в этих окрестных селах, где удины были дюргоязычные, ну, значит, помнили о своем удинском происхождении, было около 3 тысяч, чуть меньше 3 тысяч. Итого, значит, больше 15 тысяч удин проживало до Первой мировой войны, значит, на территории вот Шакикабалинской зоны. Затем в 1918 году начинается вторжение турецких войск, в результате которого, значит, население Ниджа, часть мужчин были уничтожены и Варташена, и вот всех этих сел. Другая часть разбежалась по лесам, по горам. Они скитались там в течение многих месяцев. Многие заболели из-за отсутствия крова и так далее, надлежащих условий. Затем из-за многочисленных преследований, то, что у них отнимали имущественно, вот турецкие войска, которые стояли Ниджа и мусульманское население соседних сел постоянно отбирало у них скот, в таком количестве, которым оно захотело, скот, припасы и так далее. И от голода, эпидемии, резни 1918 по 1920 год погибла большая часть удин. Советская перепись населения 1926 года застала всего 2,5 тысячи удин. Из 13 тысяч удин, которые разговаривали на удинском языке, именно их считала советская перепись в 1926 году. Осталось всего 2,5 тысячи удин. То есть около 80% удин было уничтожено в 1918-1920 год. То же самое произошло с армянским населением этого региона. В Шакири-Шамахинском регионе к 1918 году проживало около 75 тысяч армян. Из них в начале 20-х осталось всего 12,5 тысяч. То есть тоже огромная часть армян. Большая часть значит тоже 70% и более армянского населения было уничтожено в этот же период. Но отличие армян и удин состоит в том, что если все армянское население этого региона, значит, составляло только небольшую часть всего армянского населения Закавказа. И вот, несмотря на то, что большая часть армян этого региона, особенно, вот пострадали очень сильно именно нуфинские армяне, шекинские и орешские армяне. Одно из сел Ореша даже принял ислам, но это ее потом не спасло тоже от резни, надо сказать. И вот этот огромное количество армян в рамках вот этого региона, оно все-таки по сравнению с армянским населением, которое в Российской империи в этот период достигало 1,9 миллионов человек, то есть почти 2 миллиона человек, оно было незначительным. И хотя вот в этот же период погибло с 1918 по 1920 год около от 350 до 450 тысяч армян в Закавказе, это по сравнению с общим количеством армян было не больше, но 80% удин, это 80% всех удин, которые жили в мире, да, и 80% уничтожения народа привело к тому, что удини превратились в исчезающий небольшой народ, который за годы советской власти вырос всего в 2,5 раза. Если бы 2,5 раза выросли, выросло население, которое было до Первой мировой, то есть 13 тысяч удин, значит, удиноязычных и еще больше 2 тысяч, значит, тюркоязычных удин. Удин, количество удин в 90-е годы было бы около 30-40 тысяч. Это довольно крупный по сравнению с другими теми же тагестанскими народами лизгинской группы народа. И здесь уже совершенно другая социальная динамика. Но поскольку большая часть удин были уничтожены, значит, количество этого народа значительно уменьшилось, да, и он находится до сих пор на грани исчезновения, с учетом того, что большая часть удин теперь еще и живут на территории России, да, они переселяются постоянно с 90-х годов, постоянно выселяются в Россию из Азербайджана. Удины также подвержены быстрой ассимиляции, как и армяне, с армянами это происходит в России, то есть поскольку у них нету конфессиональных и прочих преград по отношению к русскому населению, и поскольку они не проживают компактно, да, в одном населенном пункте, они рассеяны там по югу России, там шахты, шахты в Ростовской области, в Краснодарском крае и так далее. То есть они подвержены ассимиляции и через пару поколений эта цифра будет значительно меньше. И вот этот народ оказался на грани исчезновения, хотя является таким уникальным древним народом, да, и с уникальной культурой. Эти факты, к сожалению, в советское время вот освещать эти процессы было неполиткорректно, потому что в резне Удин принимало участие в соседнем населении мусульманской, да, то есть те же самые азербайджанцы. То же самое касается исламизации, потому что исламизация привела к тому, что большая часть, значит, христианского населения региона, армянского иудинского, стали мусульманами, значит, и позже стали азербайджанцами, да. Азербайджанцы суннят этого региона, потомки именно исламизированных, вот, армянского иудинского населения. Но это вносил, значит, конфликт между отношением между советскими народами, то есть народами Дагестана и, значит, удиными армянами, народами, значит, удиными армянами и азербайджанским населением. А советский этнографический сборник говорил о тесных дружеских исторических связях, например, Удин с азербайджанским народом и так далее. То есть, ну, другое нельзя было писать, к какому народу это не относилось. И, к сожалению, вот такое игнорирование каких-то фактов, оно только усилило этнические, значит, конфликты, потому что каждый народ союзной республики, особенно в рамках вот своей границы, становился таким святым в исторической, значит, перспективе. И всегда, говоря о том или ином народе, любой исторический процесс еще и связывался, да, с этим народом. Если произошло что-то плохое, то значит, этот народ плохой. И вот это примитивное восприятие, оно до сих пор характерно для всех национализмов, и в том числе и для русского национализма, да, если говорить о прошлом Российской империи, что-то плохое, это русофобия, еще что-то такое. В рамках каждого отдельного национализма вот такая самокритика, она практически невозможна. И из-за этого вот эти сюжеты тоже становятся объектами преимущественно пропаганды. Что важно в исламизации армянского и удинского населения, это попытка разделить, где речь идет об армянском населении, где речь идет об удинском населении. Значит, во многих источниках нет различий между армянским и удинским населением. Более того, в письмах тех же жителей, например, если в письмах жителей Варташена так пишут, да, мы алванцы из народа Ути, то письма жителей шести сел, включая Ничта, главную удинскую столицу, выражается солидарность, например, с армянами Нагорного Карабаха, и они, значит, даже пишут, что нужно прийти на помощь, значит, и армянам Карабаха, потому что они, значит, на грани, значит, исчезновения. Турки, если завоюют этот регион, они их уничтожат, потом возьмутся за нас и так далее. Более того, эти письма, и письмо Удин Варташена, и письмо Удин, значит, шести сел, написанное на армянском языке, переданное, значит, русскому царю при помощи армянских священников, и, значит, причем письмо Удин Варташенска, оно более такое, соответствует, более такой грамотно написанное для норм Карабара, то есть для неармянского языка, там очень мало, значит, разговорных слов, мало, значит, тюркизмов и персизмов, а вот письме жителей Ниджа и шести сел очень много, значит, такой разговорной лексики, и вот если убрать карабар, кераматику Карабара, то же самое написать на современном армянском языке, это будет такая речь из диалекта такого характерного, где вот в армянских диалектах очень много таких, во-первых, разговорных выражений, во-вторых, очень много тюркских слов, очень много персидских слов и много арабских слов, да, вот соседство с мусульманским населением в течение тысячи и более лет не могло не оставить, значит, следа в армянских диалектов. Но можно попытаться, значит, провести это разделение на основании каких-то косвенных данных. Первое, значит, как уже было сказано, это сообщение Макара Бархударянца, которое для Нижского региона разделяет очень четко, значит, села армян, значит, и Удин, и можно сказать, что большая часть, значит, и хотя вот села Вартанлу, Падар, Джорлу, Мирзабейлу и Султанов, значит, половина и более населения были исламизированы. И можно сказать, что все население села Варданлу было, значит, Удинским до исламизации, тоже касается села Падар, тоже касается села Джорлу, тоже касается села Силтарнуха. То есть, помимо Нижа, мы имеем еще раз, два, три, четыре, пять сел Нижской группы, где жили Удина Нижской группы, и значит, это уже довольно большая цифра, если сложить вот ненечтое мусульманское население, а этих сел получится больше десяти тысяч человек, возможно, даже больше. То есть, я вообще сейчас не помню, сколько вот население этих сел составляет, но оно довольно значительное. Это крупные села, особенно Вартанлу, который сейчас переименован в Керимли, да, потому что имя Вартан, армянское имя, да, это имя святого армянской церкви, Вартана Мамиконяна, из-за этого, значит, село было названо Вартанлу, и вообще это имя встречается и среди Удин, вот именно из-за того, что это церковное имя, да, встречалось. Например, староста села Тусык в письме 1725 года носит имя Вартан, и судя по названию Варташена, это имя было вот таким популярным, да, в этом регионе. Вот другое, значит, критерий, это письмо шести сел, отмеченное до 1725 года, где они сообщают об исламизации, где просят помощи у Петра Великого, и среди этих сел известно, что Ниджа – это Удинское село, известно, что Джорлу, значит, Удинское село. Из других сел, значит, которые здесь приводятся в окрестности Ниджа, они все находятся. Можно предполагать, что во всех почти случаях речь идет о будинских селах. Единственное сомнение относительно Тусика, потому что там и после исламизации продолжало жить армянское население, и большей частью они были потомками карабахских армян, то есть они не могли быть связаны с Удинами. Но село, значит, Мехлугавах и село Сейттала, которое, скорее всего, значит, это современное село Хархаттала, к северу от Ниджа. Вот, особенно здесь любопытное название Сейтталы, значит, Мехлугаваха. Значит, Мехлугавах – это село, значит, и вот первый годин Мехлу связан с именем одного из самых известных Удин, которые встречаются, значит, в источниках исторических вообще. Это некто Мехлубаба, о котором упоминает армянский историк Закхавя Канакерцы, историк XVII века. Мехлугава был, значит, монахом, воспитывался, значит, в Ганзасарском монастыре, затем он, значит, покинул монастырь и по каким-то причинам стал предводителем такого народного религиозного движения. Из-за этого его начали, значит, преследовать кянджинские, значит, правители Бегларбеги. И, значит, его изгнали, значит, на территорию современной Армении. И он начал пропадедовать Ереване и его окрестностях, нашел себе, значит, множество, значит, соратников. И это вызвало, значит, опасения как местных, значит, правителей, так и, значит, армянской церкви. Его даже приглашали на дебаты с армянскими священниками. И, значит, пытались его преследовать. Кстати, надо сказать, что, несмотря на то, что его преследовала и армянская церковь, когда местные хана пытались его убить, значит, священники пытались его как-то защитить. Но, значит, он вызвал такой очень сильный переполох среди христианских священников. Даже мусульмане, значит, начали примыкать к его этому религиозному движению Мехлубабы. И вот такой интересный человек. Скорее, вот его имя, возможно, намекает на связь с селением Мехлугавах. Известно, что самое удивительное, вот это первый раз, когда в источниках нового времени связывается, опять же, название Удин с древней Албанией и Албанами, поскольку Закария Канакерцы пишет о Мехлубабе, что это был муж из народа Албан, которых сейчас называют Удинами. Он пишет «Айрми, Азгов, Ахван, Ворайжем, Асен, Уди». И, значит, вот это первое упоминание, во-первых, современных Удин в новое время, вот из античного периода, значит, упоминаются Удины, Утицы, затем область Утик, затем Утицы упоминаются у армянского католикоса Уанеса Дресхана Керцы, да, у Кавказских гор в X веке. Но после этого сообщений об Удинах уже нет, и зато, значит, вот в 1680-е год, да, Закария Канакерцы пишет об Удинах и связывает, во-первых, Удин с Албанами, во-вторых, пишет, что Мехлубаба был Удином. И название, значит, села Мехлукавах и имя Мехлубаба, возможно, намекают на то, что Мехлубаба был уроженцем этого села, и это село также было Удинским. Таким образом, значит, другое село из этого же региона, староста которого, значит, Бума, насколько я помню, там из Бума подписал священник Минас, и староста, насколько помню, его звали Байрам. Вот эти два человека подписали от Бума, и где они тоже сообщают, что их обратили в ислам, но население Бума позже не смогло вернуться в христианство, и оно было полностью исламизировано. Судя по тому, что в окрестностях села Бум находилась одна из главных святынь вообще в Шигигабалинской зоне, это церковь святого Елисея, которая была уничтожена при исламизации. Значит, можно предположить, что это село также было Удинским, и надо сказать, что даже после исламизации к этой церкви совершали массовые поломки, как жители мусульмане, которые совершали здесь матах, то есть ритуальное жертвоприношение, так и, значит, Удин и армяне соседних сел, то есть это святилище святого Елисея было очень важным, и вообще тут надо сказать о культе святого Елисея в Кавказской Албании, который до сих пор сохранился и у Удин, и это очень важный, значит, святой, который в албанской церкви играл такую же роль, как, например, Григорий Просветитель для армянской церкви или святая Анино для грузинской церкви, то есть это такой, если армян в 19 веке неправильно в русской традиции называли армяна-грегорианами, прихожан армянской церкви, то Удину слово можно назвать Удина-Елисянами. Вот святой Елисей — это центральная фигура, и огромное количество развалин в церкви святого Елисея сохранилось во всю Шики-Кабалинской зоне, насколько, значит, я по памяти помню, церковь святого Елисея есть в окрестностях села Ягуглу, есть в окрестностях села, значит, Даш-Булах, множество развалин есть во всей этой зоне, и все они почитались, пользовались особым подсчетом, и учитывая такую небольшую площадь территории, такая концентрация церквей святого Елисея, она же, значит, центральной части Ниджа, которая сейчас восстановлена. Вот все эти церкви посвящены святому Елисею, и, значит, говорят о его культе. И вот, учитывая вот такой культ святого Елисея и его связь с селом Бум, можно предположить, что, значит, село Бум тоже было албанским. Судя, также можно косвенно судить по топонимам, например, рядом с... в этой зоне вообще располагаются населенные пункты с нехарактерными названиями, поскольку, значит, в Шекиши-Махинском регионе есть большое количество, значит, иранских топонимов. И ни для кого не секрет, что до начала 16 века, то есть до завоевания сефевидами, господствующая часть мусульманского населения региона были ираноязычные таты. Но потом таты были тюркизированы, и этот процесс продолжался, вот, и вплоть до сегодняшнего дня, да, продолжается. Хотя тата, например, еще в 19-м веке было гораздо больше процентным отношением в этих территориях, чем сейчас. Но их населенные пункты, даже которые тюркизировались лингвистически, они отражают вот это иранское название. В этом регионе там логично, до сих пор остается татским поселением, но я в одно время специально смотрел, значит, на топографической карте, и здесь огромное количество иранских топонинов. Есть большое количество тюркских топонинов, которые связаны преимущественно с названием тех или иных тюркских племен, которые поселились в этих регионах, и также встречаются, значит, названия курдских племен. Например, значит, и, значит, названия связаны с курдами. Например, крупный сейчас город Кюрдамир вот связан с, значит, курдами в этом же регионе, да, Ширвана. Но в шаги-кабалинской зоне встречаются другие топонимы, которые не этимоликализируются ни на тюркских языках, ни на иранских языках и по своему звучанию, скорее всего, намекают на удинское и связанное с ним происхождение. Это, например, село Фандам, это село Халхал, которое, значит, такое топоним упоминается еще в Кавказской Албании с раннего и средневековья. Значит, это село, например, такие как Огут, Орабан и так далее, которые тоже довольно интересны, село Бунут и так далее. И вот, возможно, по топонимам можно как-то тоже идентифицировать удинские поселения бывшие, хотя тут надо учитывать, что такое поселение удинское исключительно, как Варташен, где в 19 веке жило всего несколько десятков армян, несколько десятков семей армян. Вот село Варташен, название исключительно армянское, известно еще в 1310 века, еще несколько Варташенов известны в исторической Армении, самое раннее из них упоминается еще в 7 веке историком Себеосом к северу от Эрзерума, такой Аван называется, крупный поселок Варташен. И вот это название, будучи армянским, оно имело удинское население, то есть здесь возникает проблема. То же самое, например, селение Хачмаз, которое тоже было исламизировано, тоже находится между Варташеном и Ниджу. Вот это тоже армянское название, частичка креста, она тоже связана с историей распространения христианства в Кавказской Албании. Другой Хачмаз есть и на территории, значит, Хачмазского района Азербайджана, за Кавказский. Значит, к северу от Кавказского хребта, но вот, и там, значит, в том Хачмазе было около 6 армянских сел, так называемые Мюшкурские армяне, которые позже переселились в Россию. И, значит, основали такое крупное село на юге Ставропольского края, которое существует до сих пор, это село Эдиссея, значит, в Курском районе, по-моему, недалеко от станицы Курская. Единственное село, которое вот от этой группы хачмазских армян северного Азербайджана сохранилось, это село Кильвар, которое было тата-язычным, то есть тоже ираноязычное, здесь жили армяне, и оно было, значит, уничтожено во время армяно-азербайджанской резни в 1918 году. С другой стороны, значит, известно о значительном армянском присутствии в этом же регионе, и об этом сообщает, как, значит, Макар Бархударианц, об этом же сообщает, и говоря вот в каждом селе практически на том, откуда являются, да, предки переселенцев, Карабах и так далее. В некоторых селах, значит, жили каринные армяне. В некоторых селах армяне и иудины должны были жить, значит, смешанно. Например, есть такое село Медсоют-Сей-Пи-Юк-Сей-Юд-Лу или Медсокут-Лу, армянских источников. Здесь еще в конце XVII века обосновались карабахские армяне. Именно здесь был, значит, жил тот самый священник Барсех из рода карабахских меликов, хаченских меликов Хасан Джалалянов, который, значит, хотел взять меликство над армянами, значит, Кабалы, которое, значит, фирма над Шаховым получил. Начался у него конфликт с местными меликами из Карасу, это рядом с Куткашеном, и, значит, вот это село было населено с конца XVII века, значит, карабахскими армянами. Затем оно было разорено вот во время исламизации, судя по всему, его население убежало опять в Карабах, и вот только потом оно опять здесь поселивалось из Карабаха. И очень часто я встречал в разных источниках, его относят к селам, где жили удинское население, но Хасан Джалалянов очень точно пишет о том, что, во-первых, это село было в развалинах, и его восстановили, значит, карабахские армяне. Во-вторых, то, что выходцы, жители этого села были карабахскими армянами, собственно, их диалект на это указывал лучше всего. Это село было уничтожено в 1918 году во время турецкого похода. Другие села, где армяне жили, значит, смешано с удинами, это село Джалут, например. Селя Джалут жили, как было отмечено, значит, выходцы села Башинджах, разоренном Лизгином, вот в 1717 году, насколько я помню. Здесь жила небольшая часть переселенцев из Карабаха, и здесь жили переселенцы из села Нидж, удины, которые, значит, смешались с армянами, они растворились среди армянского населения, заимствовали их диалект. И что очень интересно, значит, село Джалут оставалось крупным, потому что вот в 1918 году, когда вторглись турецкие войска, жалутцы спрятали в соседних лесах, как это сделали там Ниджицы, но лес, расположенный к Джалуту, очень близко, и они сумели укрыться. Из-за этого пострадали меньше. И вот, вплоть до Карабахского конфликта, из-за того, что это село было довольно крупным, оставалось, здесь была армянская, значит, школа. Здесь вот сохранялась та самая церковь Святой Богородицы, которая в 15-м, начале 16-го века была центром албанского второго католика Сата. И здесь же, значит, ее восстановили в 19-м веке, поскольку она лежала в развалинах, да, и, видимо, это тоже связано с исламизацией. И известно, что Джалутцы на лиду с Удинами Ниджа и Варташена платили особую дань шелкам Дин и Паки, шелк за веру, которую они платили, значит, в период власти Шикинских ханов, вплоть до присоединения к Российской империи в 1805 году. Точнее, после этого, даже в течение 15 лет они платили эту дань. Впервые жалобу на то, что они платят эту дань, за которую многие их сородичи обратились в ислам, они пишут армянскому архиепископу Грузии, который был тогда главой церкви, значит, армянской церкви всех, значит, присоединенных к России, вот, регионов Закавказья. Ачмиадзинский католик Асад тогда еще находился на территории Персии. То есть, риманское ханство не было еще завоевано на России. И они пишут, значит, ему, жалобу пишут и российским властям, затем армянский католикос Ефрем пишет жалобу опять Петербург о том, что вот жители этих сел, несмотря на то, что являются христианами, вынуждены до сих пор платить вот эту позорную дань, из-за которого, значит, опять многие, значит, обратились в ислам во время правления Шикинских ханов. И об этом же, об этой же дань, которую платили христиане, значит, армяне и иудины этого региона сообщает грузинский священник Иосиф Цинамхзваров уже в 1819-1821 годы в своих многочисленных обращениях, значит. Вот селение Джалута было вот одним из этих сел, где смешались армяне и, значит, уудины, жили они смешанно. И в 1988 году опять были изгнаны в Армению, основали, значит, квартал на севере современного села Баграташен, вот где жили азербайджанцы, село Баграташен на территории Ноембирянского района, на границе с Грузией, было армяно-азербайджанским смешанным. Вот оттуда ушли азербайджанцы и поселились вот чалутцы, которые до сих пор там живут, отдельным кварталом. И, значит, как мне говорили, значит, Баграташенские армяне, уже несколько раз слышал вот от разных людей вот эти отзывы, то, что они считают диалект Чалута более грубым по сравнению с другими армянскими известными говорами этого региона. Там был преимущественно карабахский говор, да, распространен, потому что все жители, значит, большая часть армян-шекинского региона – это выходцы из Карабаха, и они сохранили свой диалект. Но вот все отмечали вот особую какую-то особенность диалекта Чалута, который они считают, значит, более грубым, и, возможно, это является влиянием вот удинского языка, да, который является кавказским языком. И, опять же, вот наличие согласных, африкат в капказских языках всегда служило таким основанием к тому, что они для носителей других языков, да, более мягких, индоевропейских и так далее, часто воспринимаются как такой набор согласных. Хотя вот консонантизм, то есть доминирование согласных, очень характерный для армянского языка, и этим самым армянский язык тоже очень отличается. Ну, об этом было, можно и лекции там посмотреть в YouTube и так далее. Вот, и, в принципе, и бытовое мнение часто, вот, например, имя Макартыч, где несколько согласных друг другу, друг за другом идут, да, очень часто люди и меня спрашивали, как можно выговаривать это имя Макартычо, да, вот, по сути, вот такой набор согласных звуков. Но поскольку в армянском есть такая полугласная «э», которая после каждой согласной идет, имя читается как Макартыч, да, об этом есть хорошая лекция Владимира Плунгианат, и в постнауке, и в отдельных лекциях, то есть можно послушать, и эта черта армянского языка тоже хорошо известна. Ну, вот Джалуцы, это такой пример хороший армяно-удинского совместного проживания, но в других селах, где произошла исламизация, там уже можно только гипотетически говорить о том, где жили армянское население, где проживало удинское население. Но то, что могли быть смешанные села, это никак не, это абсолютно, значит, такое, с очень высокой вероятностью можно об этом говорить, потому что армяне проживали на всем вот этом регионе, примыкающем к кавказскому, значит, хребту, и все они были преимущественно выходцами из северо-восточной Армении, из Карабаха, северных областей Армении, например, из 300, более 300 сел Кахети, в 100 селах, около 100, чуть больше 100 сел от Кахети, восточной Грузии, армяне жили смешанно с грузинами, вплоть до начала 20 века, часть из них, значит, окончательно огрузинили, то есть переняли грузинский язык, и уже давно, значит, только, возможно, отдаленно помнят об армянском происхождении, часть, значит, выселились в 19-20 веке, но в 100 селах вот этого же региона, который примыкает к Шегегабалинскому региону, проживало, значит, армянское население рядом с грузинами, смешано с грузинами, но, в отличие от грузин, Удины являлись полными конфессиональными, так сказать, собратьями армян, то есть армянская церковь, значит, ничем не отличалась, значит, от исповедания, значит, Удин, и, значит, здесь не было никаких проблем, значит, совместного их проживания, и такой же феномен, где смешанно проживали, значит, армяне и ассирийцы, например, на территории Османской империи, и где вот это очень часто вообще приводило к их растворению, слиянию, отмечено у большого количества, значит, авторов, которые исследовали, вот, армяне-ассирийскую контактную зону, например, в Харбертской зоне, в южной части Бетлиса, и ущелье река, значит, бог танцует и так далее, об этом есть у известного путешественника Линча, когда он говорит об армяноязычных, значит, ассирийцах Бетлиса, об этом есть еще у армянского историка Симеона Легацы, когда он говорит о большом количестве смешанных армян ассирийских сел, где они ничем не отличаются и вступают в смешанные браки и так далее, то есть, поскольку не было конфессиональных никаких отличий между армянами и удинами, этих преград не было больше всего именно вот в случае армян и удин. Вот если армянин женился на грузинке, например, да, по классическим таким церковным нормам армянин должен быть, либо грузинка должна была креститься в армянской церкви, либо, значит, армянин в грузинской церкви, поскольку вот это крещение первое, оно считалось недействительным, да, то есть, нужно было, креститься заново, чтобы, значит, по грузинской церкви или армянской, чтобы встать, вступить в брак. Иногда эта норма нарушалась, да, но в основном вот это при строгом следовании вот это нужно было учитывать, и часто возникали армяно-грузинские церковные споры, они продолжались вплоть до, они до сих пор, да, продолжаются, и продолжаются уже 1300 лет больше, около 1400 лет, да, почти, начиная с конца 6-го, начало 7-го века, и это уже такая, можно сказать, традиция, которую даже обидно, что ли, нарушать, да, такая, 1300-1400 лет спорить о таких вещах, и продолжать это делать в 21-м веке, ну, на это можно смотреть с каким-то долей, да, забавности, но многие это очень воспринимают серьезно, до сих пор готовы ломать копию и все остальное, да, чтобы заказывать, кто прав, кто нет. Применительно, значит, к варташинской зоне, опять же, грузинский священник, который как раз вот очень много из этих споров армяно-грузинских передает и в своих сообщениях, причем вот его опровергают потом российские, значит, комендантшики и так далее, но вот эти традиции, которые связаны, опять же, с Удинами варташина, она продолжалась и на всем продолжении 19-го, начале 20-го века. Дело в том, что вот усилиями грузинских священников в начале 19-го века, после того, как эта территория вошла в состав Российской империи, и российские власти поддерживали, значит, распространение христианства православного толка, значит, среди раннехристианских народов, там, в Горцов, например, Осетин, так, часть крестили, часть кабардинцев, значит, в Абхазии увенчались успехами, и вот среди успехов этого дела было также обращение части Удин, одной третки варташинских Удин православия, значит, и вот этот конфликт, который войдет между православными Удинами и Удинами армянской церкви, он продолжался до начала 20-го века, и во время турецкого вторжения православные Удины даже участвовали в грабеже своих собратьев. К таким и трагическим последствиям приводило, да, вот это глупое конфессиональное деление, но он же сообщает о том, что помимо варташина в трех соседних селах, в трех селах вот этой зоны также проживали Удины, это село Зейзид или Загеты, как он называет, оно также писалось Зейгзид, ну вот он искажает название, как значит Загеты, но это село Зейзид, Зейгзид, оно крупное село, состоит, значит, есть два села, одно верхнее, второе нижнее, и это все очень крупное село, второе село это Кюнгут, тоже два села есть Кюнгут, верхнее, нижнее, это тоже крупное село, и третье село это Мухас, как раз рядом с варташином, вот эти села он относит к группе удинских сел, которые были исламизированы, при этом он не сообщает о соседних селах, о которых сообщает Макар Бархударянц, но Макар Бархударянц говорит о них, как об армянских селах, и здесь, кстати, возможно, именно сообщение Цинамгдварова позволяет выделить в Шекинской зоне, в варташинской зоне, вот армянские села от удинских, то есть четыре села это удинские, варташин, Мухас, два Кюнгута и два Зейгзида или Зейзида, и вот остальные, вроде Хачмаз, Армянит, ну, название Армянита или Эльманит, оно указывает на тоже армянское происхождение, и другие села этого региона, это уже, скорее всего, являются армянскими селами. Как бы то ни было, значит, если суммировать сообщение Цинамгдварова, сообщение Бакара Бархударянца, некоторые косвенные свидетельства, можно говорить как минимум о, значит, более чем десяти удинских селах, как минимум, да, часть из них очень крупная, в которых после исламизации удины остались только массово, так, в двух селах еще и султанов и стали доминировать, в остальном это было слишком мало, да, несколько десятков человек или сотни человек в каждом селе, и вот эта цифра огромная по сравнению, да, то исламизация, получается, удины были довольно крупным народом лесгинской группы, и если бы не было этой исламизации, сейчас их численность достигала, скорее всего, около ста тысяч человек. Это довольно внушительная цифра, и благодаря этому можно говорить то, что вот разговоры о том, что исламизация большей части, значит, населения Кавказской, Албании, произошла, значит, арабский период и так далее, они являются больше такими спекуляциями, но в то время, как нам известно, вот одно исторически зафиксированное событие, когда удинское население действительно массово было обращено в ислам в этом регионе, и этот процесс имел в недалеком историческом относительном периоде, и вплоть до исламизации удины не были маленьким народом, то есть наследники Кавказской Албании не были очень такими небольшой группой, да, и достигали довольно внушительного числа, с учетом того, что вот этот регион сам по себе был географически не таким уж крупным, и с учетом того, что вообще христианское население на Южном Кавказе, начиная с позднего средневековья, только-только сокращалось, да, население даже Грузии, вот западной Грузии оно было многочисленным, да, а в Восточной Грузии, в Восточно-Грузинском царстве даже грузины составляли меньшую часть населения, здесь уже, значит, севера обосновалась большая часть, значительно, группа осетин, с юга, значит, были поселены Шахом Аббасом, значит, тюркские племена, после разорения дагестанских горцев были разорены значительные части, значит, северной Армении, Южной Грузии, Кахети, и вот грузинское население тоже постепенно-постепенно сокращалось, и находилось постепенно, вот этот процесс затрагивал все группы, и в этом смысле, да, Удины, учитывая небольшой географический регион их проживания в прошлом, составляли довольно крупную и компактную группу, и только после изламизации, в особенности после турецкой резни 1918-1920 годов, их число сократилось многократно, и они стали вот таким исчезающим народом.